В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Торги по паре евро-доллар на сегодняшних торгах велись восходящим направлением. Технический инструмент вырос от поддержки в области 1,1150 до максимумов сессии на отметке 1,1189. Однако развить восходящий импульс до сопротивления в районе 1,12 покупатели не смогли. В области достигнутых максимумов цена развернулась и упала к отметке 1,1165, немного выше которой продолжились торги. При этом достижения пары сократились, рост составляет всего 0,21%. Преимущество на рынке с незначительным перевесом на стороне продавцов. Сегодня еврозона не планирует публиковать важные статистики и драйвером для пары может стать отчет по базовым заказам на товары длительного пользования за апрель в США, который будет опубликован в 15.30 по Москве. В ближайшие часы пара евро-доллар, вероятно, будет корректироваться с целью на уровне 1,12. Сегодня торги по паре фунт-доллар проходили в восходящем направлении. После краткосрочной консолидации ниже уровня 1,47, цена выросла к максимальным значениям в области 1,4741. Однако выход данных по ВВП Великобритании, хуже прогнозируемых, придали фунту импульс снижения, и пара вернулась ниже отметки 1,47. Сегодняшние минимумы были обновлены в области 1,4678, после чего инструмент вернулся в область 1,47. Теперь этот уровень выступает в роли сопротивления, тогда как ближайшая поддержка находится на уровне 1,4640. Еще одним драйвером для пары сегодня будет публикация статистики США по заказам длительного пользования, которая состоится в 15.30 по Москве. В ближайшие часы пара фунт-доллар продолжит торги в боковом коридоре в области отметки 1,47. На сегодняшних торгах котировки золота дорожали. Технически осуществив пробой сопротивления на уровне 1,224 доллара за унцию, цена продолжила рост и преодолела следующее сопротивление в области 1,230 долларов. Максимумы сессии были отмечены в районе 1,233,69, однако закрепиться выше сопротивления на отметке 1,230 долларов за унцию котировкам металла не удалось. Цена упала ниже этого уровня и продолжила торги со снижением к отметке 1,225,27. Надо сказать, что золото торгуется в районе 7-недельного минимума, чему способствует настроение трейдеров, которые считают наиболее вероятной перспективой скорое повышение ставки Федеральным резервам США. В ближайшие часы настроения на рынке золота будут нейтральными, и торги продолжатся в районе 1,230-1,224 доллара за унцию. Котировки нефти марки WTI в четверг продолжили рост на фоне данных по запасам сырой нефти в США, которые вышли в среду ниже прогнозов. Технически оставаясь выше уровня поддержки на уровне 49,50 долларов за баррель, цены на нефть выросли к отметке 49,97 долларов, который является максимальным уровнем с 12 октября. Тем не менее, покупателям не удалось приблизить котировки нефти марки WTI к сопротивлению на уровне 50,15 долларов за баррель, так как в районе достигнутых максимумов активизировались продавцы, которые снизили цену до отметки 49,65 долларов. Затем котировки несколько подросли и продолжили торги в области 49,80 долларов за баррель. В ближайшие часы котировки нефти будут развивать боковой тренд. Обратите внимание, сегодня в 15.30 по московскому времени в Соединенных Штатах будут опубликованы данные базовых заказов на товары длительного пользования, объем заказов на товары длительного пользования, а также еженедельные данные о числе первичных заявок на получение пособий по безработице. Выход свежей статистики может повлиять на положение американского доллара, расширяя возможности заработка. Будьте в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе. Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.